Супер-современное, высокотехнологичное оборудование, уровень европейского качества товара и менеджмента. Этим известна компания «Стеллини». В Кохме располагается производство жаккардовых тканей. С ним во вторник познакомился в Рио губернатора региона. Холдинг «Стеллини» известен по всему миру. Размещено шесть производственных площадок в Таиланде, Индии, Аргентине, США, Италии и только одна в России – в Кохме. Здесь, отмечает директор фирмы, есть все условия. Изначально, когда рассматривался проект об открытии производства в России, были и друзья, и знакомые, которые подсказали, что именно вся инфраструктура, необходимая для производства текстиля, находится здесь. То есть, благодаря, скажем так, такой доброй славе, доброй традиции, решение было принято в пользу Иванова. С главой региона инвестор обсудил планы по расширению производства. Сбыт хотят увеличить до 50% от всего рынка многослойного трикотажа. Здесь производят ткацкие полотна для матрасно-мебельной индустрии. Дизайн разрабатывают в Милане. Сюда спускают уже готовые наработки. Это не порядок, отметил Станислав Воскресенский. В Иванове нужно создать свой центр дизайна. У нас талантливые художники. Надо немножко подкрутить навыки, исходя из современных реалий, требований рынка. Мы как раз подробно обсудили с собственником, с итальянцем, чтобы сделать такую совместную российско-итальянскую школу, возможно, дизайна. Я думаю, что всем предприятиям это будет интересно. Для бизнесменов это экономия на издержках, будут заказывать здесь. А для жителей области это новые рабочие места. В планах увеличить и количество станков. Значит, набрать новых сотрудников. Появится примерно 25 вакансий. Есть в планах, в проектах установка экструзионной линии, которая позволит производить нам полипропиленовые нити и с дальнейшей текстурацией. Пока что это плановый проект, который мы в ближайшее время надеемся, что осуществим. Раньше стилиния была компанией, которая была достаточно дорогой. И немногие клиенты из России могли себе позволить импортировать ткани из Италии. С момента основания данной компании мы смогли обеспечить покупателей европейским уровнем качества продукции. А за счет того, что мы находимся ближе, соответственно, и ценой. Руководство компании рассматривает индустриальные площадки региона до своего будущего производства. Ведут подбор земельного участка под строительство. Напомним, стилиния – потенциальный потребитель комбината синтетического волокна, который планируют строить в Вичугском районе. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Кохма.